В Карабахе продолжаются восстановительные работы. Из некогда выжженных войной оккупацией территорий освобожденная часть страны перевоплотилась в большую стройку. Азербайджан демонстрирует беспрецедентные темпы реализации масштабных проектов. На этой неделе глава государства совершил очередную поездку в карабахские регионы Азербайджана, где принял участие в открытии новых объектов и предприятий. Также заложил фундамент ряда населенных пунктов, в частности, в Ходжавинском районе Азербайджана. Глава государства заложил фундамент первого жилого квартала селя Тук. В Гадруте, как и на всех территориях, освобожденных от оккупации, идут восстановительные работы. По указу президента был заложен фундамент административного центра площадью 4,2 гектара. Сюда входят как административное здание, здание муниципалитета и офисы других структур. Также хочу напомнить, что глава государства заложил фундамент первого жилого комплекса в поселке Гадрут. На первом этапе будет построено 28 домов. Кроме того, планируется сдача в эксплуатацию школы на 360 ученических мест до 2025 года. Строительство и восстановление объектов поселки Гадрут и благоустройство прилегающих территорий планируется завершить в 2025 году. При разработке концепции туризма села Туг были приняты за основу три направления. Это развитие туризма за счет сохранения исторического архитектурного стиля села, а также развитие экотуризма и агротуризма. На начальном этапе мы проведем работы по созданию первичной туристической инфраструктуры в исторической части Туга. Работа в этом направлении уже началась. У въезда в село Туг хотим создать автостоянку и другую необходимую туристическую инфраструктуру. Намерены восстановить сельскую школу, а также построить туристический информационный центр, кулинарный центр, объекты общественного питания. К сожалению, большинство зданий и исторических памятников Туги подверглись вандализму со стороны армян. Во время оккупации был изменен внешний вид многих наших памятников. Вследствие этого они в той или иной форме утратили свой исторический облик. Введен в эксплуатацию 8-километровый участок автодороги Щукербейли-Джабраил-Гадрут общей протяженностью 37,7 километра. Дорога построена в соответствии с первой технической категорией. На 8-километровом участке дороги построены изданы четыре автобусные остановки, один мост длиной 79 метров и 15 водоотводных труб разного диаметра. Кроме того, в рамках поездки была открыта дорога Пизули-Гадрут общей протяженностью 10,2 километра. Все работы на этой дороге также завершены.